самые трудолюбивые самые критичные самые занудные но самые надежные знак зодиака дева наконец-то я приберегла его напоследок не просто так во первых я сама дева во вторых я понимаю что к девам отношения как и всем знаком зодиака неоднозначны особенно плохая репутация у мужчин дев и мы с вами сегодня об этом поговорим также в конце кто досмотрит это видео до конца и поставить лайк это очень сильно поможет канал а за репост и сбрасывание этого видео всем вашим девам просто плюс 100 500 карме и личный поцелуйчик от мамасит и так кто досмотрит это видео до конца тот узнает три моих самых нелюбимых девы из нашего российского шоу-бизнеса я знаю вы это любите и и так начнем мы с миссии девы миссия знака зодиака девы этот труд и польза и вот самое ужасное если знак зодиака дева и человек живущий под этим знаком не приносит этому миру пользы не оказывает заботу и мало работает действительно все остальные знаки могут не работать а мы девы с вами должны пахать нравится вам это или не нравится если смотреть маленького ребенка деву то это самый лучший ребенок на свете очень очень хороший хороший малыш особенно если у этого малыша нету мамы сумасшедший мамы с непонятными непроработанными эмоциями тогда конечно малыш дева может орать как дурнина но в целом это очень спокойные дети которые могут играться самостоятельно дайте им просто игрушки и в целом научите с ними играть и девы вас не побеспокоит если же дева маленькая дева причиняет вам какие-то напряжения в связи с какими-то капризами то нужно смотреть не знак зодиака девы а луну и возможно ваша маленькая дева орёт вместо вас для этого посмотрите бесплатный курс ссылочка в шапке профиля дарю вам и если вы им воспользовались поставьте лайк в виде благодарность и так маленькая дева это беспроблемный ребенок беспроблемный ребенок особенно если содержать его в чистоте менять ему одежду как я и рассказы с детства из моего у меня мама все время говорил что даже если ты капнула водичкой водичкой то есть просто и рода это сейчас высохли ты переодевалась полностью типа нет это грязно я не могу в общем в детстве наше солнышко горит максимально наблюдайте за вашими девами если у вас есть какие-то такие истории пишите их как девы блюдут чистоту блюдут чистоту и в общем-то собственная аккуратность собственного вида это кстати с годами немножечко подушло потому что у меня также как у вас захватила луна вовне но я зажигая солнышко и вам советую поэтому три солнышко ссылочка в шапке профиля маленькая дева это логик это человек которому нужно объяснить логику и он все поймет как этот мир устроен этот человек не самый веселый это человек не самого открытого характера потому что все-таки девы критичны девы не такие дружелюбные как остальные знаки зодиака потому что у них просто друга другой смысл очень важно обращение ко всем родителям маленьких дев девочка вас или мальчик неважно но если он у вас умоляет просит клянчит домашних животных ну позвольте ему ну дайте дайте вашей маленькой деве столько животных сколько она хочет ваша маленькая дева потом станет большой успешной девой у которой будет все классно а вот ваше решение собирать домашних животных пристраивать их или забирать их себе сыграет ключевую роль в успехе вашего маленького девы вашей маленькой деве сыграет очень хорошую службу корява даже даже вот звучит коряво ну ладно значит знак зодиака дева на трудяшка из трудяжа сейчас вы говорите а вот у меня дядя лодырь бездельник а вот он дева до девы могут начинать разлагаться во время жизни если они отказались от труда если девы отказались от труда если девы отказались приносить пользу если девы например интуитивно не пошли в целительство например в медицину либо в астрологию которая является целительством человеческой души то конечно девы могут очень сильно очень сильно по жизни идти в деструктивном сценарии а соответственно это мало денег мало удачи мало вот состояние того что за тобой ангел-хранитель тебя оберегает мало этого состояния осознанности ну и соответственно это вот разложение в течение жизни я так называют трудиться трудиться еще раз трудиться как говорил дедушка ленин он говорил конкретно знаку зодиака деви и трудиться это не равно работать на заводе 24 на 7 за копейки потому что я сейчас тоже с вами тружусь и я дева я зажигаю людям солнышко я приношу пользу и при этом я кайфу от того что я делаю несмотря на то что когда-то я совершенно не верила в астрологию и если сейчас среди нас есть девы скептики привет дай пятюни потому что когда я узнал вообще что существует какая-то астрология я выстибала свою подругу сказав что это бабка-гадалка и вот это вот все одинаковая херня которую верят только имбецилы если вы сейчас плюс-минус также смотрите на эти вещи обязательно посмотрите бесплатный курс потому что у меня в 2008 такого курса не было поэтому быть девой скептиком нормально быть девой который не верит что кто-то кроме нее может решить свои проблемы нормально но если дева увидит реальный материальный результат от солнцезажигающих действий то деву не оттащишь от этих действий солнцезажигающие действия три ссылка на три солнца под этим видео но я расскажу свою историю когда я была в челябинске я узнала вот это вот про солнцезажигание начала зажигать солнце мой магазин вне сезон начал продавать больше чем обычно я такая вот в чем дело это что вот из-за того что я убираюсь в тот момент я начала с этого и когда я начала внедрять и когда я начала просто а девы логики наблюдать логичную цепочку взаимосвязи одного действия с другим событием я такая ах я что лотерейку выиграла я теперь вот что буду делать я буду людям рассказывать что зажигайте солнце это так круто работает потому что позажигаешь солнце бах и привалило денежка позажигаешь солнце и бах все сложилось наилучшим для тебя образом но это ли не чудо очень важно для девы привить любовь к врачам и к уходу за своим здоровьем так как часто из-за работы из-за увлеченности зарабатывание денег в какой-то своей профессии дева может просто забить на свое здоровье из-за этого здоровье у девы часто страдает поэтому врачи медицина традиционная нетрадиционная обязательно ее нужно для всех дев применять даже если у вас ничего не болит пройдите какой-нибудь профилактический анализ зарабатывание денег для знака зодиака девы очень и очень важно ощущение я без денег для девы критично пожалуй еще критичнее только если у вас солнце в козероге понятно что вы вас конкретно мои любимые зрители не описывает только знак зодиака дева вы сочетание разных знаков но если ваше солнце в деве и вы зарабатываете недостаточно мало и трудитесь недостаточно то это большая большая проблема которая может как как воронка закрутиться в череду еще более серьезных проблем поэтому зарабатывание денег для девы это девиз и это нормально нормально для девы быть меркантильной сучонкой ненормально для девы говорить что я с тобой не из-за денег я с тобой просто по любви особенно если вы действительно из-за денег если мы смотрим богатейших людей под знаком зодиака девы это конечно ворон баффет а ворон баффет является девой по знаку зодиака всю жизнь очень спокойно очень продуманно и логично зарабатывал свое состояние точно так же наши российские уорон баффет это алишер усманов наш российский олигарх под знаком зодиака девы который я уверен также много работает есть там кое-какие камни кое-какие вопросы к нему но их будет задавать не я фу на тебя великолепный бизнесмен это просто моя огромная любовь и вот знаете я когда смотришь например звезд рыбок ой ну там звезда на звезде но там да там есть вот на такие классные да такие известные смотришь звезд дев и такой тип но то что есть евгений чичеваркин дело и я дева мне кажется этого достаточно есть как минимум два ахренных девы это я евгений чичеваркин он еще обо мне не знает но он еще меня узнает я еще приеду к нему в лондон ободорожение я люблю тебя это конечно не типично для девы поведения но я не только дева у меня еще и луна в овне не забывайте об этом вот а есть действительно очень классный классный деви и представители давайте сейчас я их назову девы но их не так много как в других знаках зодиака они не должны быть публичными как львы они не должны быть публичными как рыбки и заниматься актерским мастерством поэтому в звезды девы действительно их найти очень сложно особенно успешно ну например мой звездный двойник у которых такое такое же солнце как у меня такая же луна как у меня это сальма хайк сальма хайк является действительно классной талантливой актрисы но это не из-за солнце в деве из-за солнце в деве у нее 14 домашних животных она собирают уток собак и прочих и прочих посмотрите видео на ютюбе как она собирает животных как у нее против муж и это просто умора 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 это мое мое альтер эго я тоже хочу собирать животных у меня была такая идея тоже с вами поделюсь на чьи мой канал я могу с вами поделить вообще у меня была идея еще в начале этого года я хочу собственный приют для живот а вот и потому что для девы это про животных это не про людей не про малышей не про стариков это про животных вот я говорю маме там типа вот хочу свой приют но я хочу его естественно в россии потому что в америке здесь все более-менее с этим налажено в россии то полная полная капсда ну и вот значит и вот что значит за горящие солнышко я просто закинула удочку тут не через какое-то время не звонит мама говорит слушай так у нас через очень близких знакомых есть свой приют то есть которому нужна помощь собаки кошки частный дом город омск холод голод и все остальное такая боже и теперь но я не могу сказать что мой приют потому что там работают другие люди но этот приют полностью нам но в том числе на моем содержании я этому лично вообще то есть от момента я хочу приют до реализации приюта прошло ну буквально месяц вот говорит что такое зажженное солнце у дев уж не говоря про финансовые показатели и все остальное поэтому зажигайте солнце девы даже если вы в него не верите к классным девам я могу отнести конечно фаину раневскую где критичный ум где язва все вот сочеталась в в этой прекрасной деве по знаку зодиака это фаина раневская также классная дева это максим витарган которому я очень тоже классно отношусь и вы можете посмотреть здесь вот почему расстались собчак витарган в видеовыпуск классный вообще огонь не забывайте ставить лайк и писать ваш комментарий то есть классных дев много но их нужно действительно выбирать из череды очень-очень не классных людей почему девы а особенно мужчины часто становятся не классными имеют репутацию не классных мужиков скупых мужиков занудных мужиков так например у меня есть небольшое скопление истории про то как мужчины девы являются занудными что они говорят что нужно вот так вот ножки ставить здесь нужно мыть вот этим мылом а вот этим мылом не мыть то есть задроты короче почему мужчины девы часто задроты когда мужчина дева занимается своим делом и занимается зарабатыванием денег он не до повод окружающих если мужчина дева дает окружающих он слабо занят слабая занятость выливается в говнистость вот такая логичное объяснение почему мужчины девы часто а бывают говнистыми и вот критичными, которые вот постоянно до кого-то доебовываются. Если у вас есть в окружении такая дева, ну что я могу сказать? Во-первых, займите его чем-нибудь, что он без дела там мается, почему у него есть время вас критиковать. Но опять же, знайте, что критичность для девы это абсолютно нормальное качество, то есть это не качество из ряда вон, которое нужно истреблять. Но жить с этим качеством действительно сложно, особенно если дева не работает над своей осознанностью, если у вас там с осознанностью непонятно что, ну там будет непонятно что и сбоку бантик. Вот ваше будет отношение с мужчиной и девой. Но в целом, если вы зарабатываете деньги, если вы умеете деньги сохранять и не тратить, то к сердце, к мужчине и деве попасть в целом не так уж сложно. И даже мужчина и дева может быть реально очень классным партнером на всю жизнь, который не изменяет, у которого есть ваши цели и ценности, особенно если вы девушка, как и я, состоите из земли. То есть если у вас много земных, там солнце, в деве, луна, в тельце, венера, в козероге, то есть вот много земных показателей, то мужчина-дева для вас очень-очень неплохой вариант. Да, иногда с ним скучно, да, иногда хочется его убить, но есть такие плюсы, как надежность, как умение выстраивать финансовую систему. Ну, слушайте, Ворон Баффет, милиардер, подумай, что он там бухтит, ну, бухтит и бухтит, а миллион-то у вас, ну, как бы, что, ну, побухтел и успокоился, в конце концов. Да ты успокаивайся, я тебе говорю. В общем, как вы относитесь к знаку зодиака-девы, пишите в ваших комментариях, а я сейчас назову три моих самых нелюбимых знака зодиака-девы в нашем публичном пространстве. И, конечно, это Алексей Панин. Когда я узнала, что Панин-дева, я готова была пойти к небесному просто проводнику и сказать, почему я тоже дева, ну, почему Панин и я дева. Но потом я поняла, что Витарган и Чичеваркин тоже девы, и они охуели. Поэтому, да, я презираю Панина, он идет по разлагающемуся пути. На самом деле, звезд дев, которые быстро долетели до крайней станции пизда, очень много. Эми Вайнхаус, деве нельзя принимать никакие наркотики. Все наркотики для остальных знаков, может быть, не так страшны, а для девы просто труба. И поэтому быстрая труба случилась с Эми Вайнхаус. Давайте дальше посмотрим, кто еще идет по деструктивному пути. Пол Уокер из Трансформеров, если не ошибаюсь, актер, который тоже очень быстро погиб, тоже шел по разрушающим деструктивному пути для девы, не зажигал солнышко и имеет все то, что имеет. Уже, точнее, не имеет. Фредди Меркури, который тоже был любителем наркоты и, в общем, всяких разных запрещенных веществ, тоже шел по девьему разлагающемуся пути. Для чего я вам привожу эти примеры? Для того, чтобы вы видели, как быстро можно улететь на санях в пизду, вместо того, чтобы взять всю силу своего знака и стать богатейшим человеком, как Уоррен Баффет. Я Иччваркин. Иччваркин. Давайте еще продолжим. Девы, которых я презираю и ненавижу всем сердцем, это, конечно, Лукашенко. Когда я узнала, что батька тоже дева Александра Григорьевича Лукашенко, я второй раз хотела с небесным паспортным пойти поменять свой знак зодиатра. Да, я, конечно, живи Беларусь. Я за революцию, что в России, что в Беларуси, я являюсь ярым оппозиционером любых диктаторов, тиранов и вообще людей, которые свой же народ мучают и не дают ему развиваться, не дают ему жить в развитии. Поэтому, конечно, Александр Лукашенко – это человек номер два, дева, которую я просто не выношу. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи. И номер три – это наш Дмитрий Медведев. Да, то есть вот я такая думаю, Медведев, Лукашенко, думаю, и я. Я думаю, за что мне это все, за что? Медведев, Лукашенко и я, серьезно? Почему я, почему я? Да, третий нелюбимый мой персонаж – это, конечно, Дмитрий Медведев. Наш бывший президент, полупрезидент, недопрезидент и околопрезидент, которого, конечно, я не люблю, никогда не любила и вообще дев очень много в политике. Так как девы, как я уже говорю, очень часто заинтересованы в выгоде, они часто свою задницу и свои верования придают ради какого-то денежной выгоды. Но так делают не только девы, так делают львы, про которых выпуск уже на канале. Поэтому не только девы грешны продавать свою жопу за деньги, но, в общем, пожалуйста, или продавать наши жопы с вами за то, чтобы обогащать и все класть в свой карман. Деньги есть. Да, Дмитрий Медведев является той девой, которую я тоже не люблю, но очень-очень много, реально, если посмотреть в знаменитостей, там, Майкл Джексон, Вайнхаус, очень много дев, которые шли очень строго не по своей сути, то есть очень много загубленных дев, потому что никто не любит работать, никто не любит копаться в себе, никто не любит трудиться, сейчас, особенно в современном мире, где все можно сделать легко. Девы, я просто хочу сказать, что не попадайтесь в ловушку, легко нам с вами точно никогда не будет, нам и козерогам легко не будет, мы должны вебывать. Все остальные, ну еще скорпионы с нами в шайке-лейке, все остальные могут искать себя, искать свой путь, искать представника, обучаться, делать какую-нибудь хуйню, потом за это ничего не иметь, никаких последствий. Мы с вами серьезные товарищи, и серьезные товарищи должны нести ответственность за то, что они говорят, делают и нести пользу в этот мир. Поэтому я желаю всем девам нести пользы, я нашла ее с помощью астрологии, присоединяйтесь, если вы не знаете, как нести пользу, смотрите бесплатный курс, присоединяйтесь на лучший, на лучший курс обучения астрологии в мире, я знаю, о чем я говорю, большой курс, ссылочка в шапке профиля. Итак, мы, получается, разобрали все 12 знаков, правильно, если я не ошибаюсь, или кого-то оставили, напишите в комментариях, всем их мы разобрали, или кого-то оставили. Если мы всех разобрались, то что же нам дальше разбирать, если знаки зодиака мы разобрали. Куда вы еще захотели свой нос засунуть, куда еще, какой глубже, какой уровень подснять вам, что рассказать, пишите в ваших комментариях. Я надеюсь, эти выпуски вам очень сильно понравились. Ставьте ваш лайк, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал. С вами была Ирина Чукреева. Пока-пока.